В Ненецком округе отмечается рост онкологических заболеваний среди местного населения. Этот вопрос сегодня обсуждали на заседании постоянной комиссии Окружного собрания депутатов по социальной политике. По информации, предоставленной Окружным профильным департаментом, за последние 10 лет общая заболеваемость злокачественными новообразованиями среди жителей региона выросла на 51%. При этом за период с 2013 года по 2018 смертность от онкозаболеваний среди трудоспособного населения выросла на 44%. В структуре смертности от злокачественных новообразований среди женщин первое место занимает рак шейки матки. Далее идут рак желудка и молочной железы. Среди мужчин на первом месте рак легкого и бронхов. На втором и третьем рак пищевода и рак гортани. При этом на сегодняшний день в регионе работает единственный на весь округ врач-онколог. Впрочем, в ближайшее время на работу планируется привлечь еще одного профильного специалиста. Мы недавно изменили штатное расписание нескольких женой больницы и дополнительно ввели должность еще врача-онколога, поликлинический прием. Сейчас в настоящий момент активно идет подбор врача-онколога, то есть решение кадрового вопроса. Сергеич потом еще пояснит по этому поводу. У нас есть врач-онколог, который изъявил желание приехать. Но это где-то планируем в конце октября приедет врач-онколог. И для тех вопросов, когда существует для подмены, на сегодняшний день проходит переобучение. У нас врач-терапевт получает квалификацию, чтобы также мог вести прием врача-онколога. Для оказания медицинской помощи по профилю онкология в структуре круглосуточного стационара предусмотрены как койки стационара дневного пребывания, так и койки круглосуточного. У нас произошло усиление эндоскопической службы. У нас приехал второй врач-эндоскопист, и мы часть оборудования. То есть мы в этом году закупаем для открытия второго кабинета, для врача-эндоскописта второго кабинета, закупаем оборудование, часть уже его поставлена, часть ожидаем в ближайшее время. И уже сейчас они в две смены принимают на том оборудовании, которое есть. Приобретение нового современного оборудования позволит в одну смену принимать, но в разных кабинетах. И вот это у нас была одна из таких проблем, которые мы на сегодняшний день не решили. Кроме того, как отметил Сергей Свиридов, в эту навигацию в округ планируется поставить новый цифровой рентгенаппарат для взрослой поликлиники, который также позволит улучшить работу в этом направлении, а в 2020 году приобрести новый цифровой маммограф. Ещё один вопрос, который сегодня активно обсуждался на заседании постоянной комиссии по социальной политике с участием медицинского сообщества «Мужское здоровье», а именно отсутствие врача-уролога, который в настоящее время фактически находится в декретном отпуске. Дело в том, что, как прозвучало это на Чукотке и у нас, у нас меньше 100 тысяч населения, поэтому нам полагается всего одна ставка. Но мы видим прекрасно примере, когда врач ушёл в декретный отпуск, и мы остались на три года без врача. Поэтому мы поставили вопрос с депутатами от всех фракций выйти на депутатов Государственной Думы с просьбой рассмотреть данный вопрос. Потому что мы загнаны сегодняшний день вот в такие узкие рамки. В зависимости, что нам выделяются ставки, в зависимости от численности населения. Функции врача-уролога берут на себя специалисты, хирург и онколог. При этом услуги врача-уролога входят в систему ОМС, оказываются бесплатно. При желании пациента с ним заключается договор на оказание платных медицинских услуг. В случае получения медицинской помощи пациентами по профилю урология за пределами округа компенсируются транспортные расходы и расходы, связанные с получением медицинских услуг, если их невозможно было получить по месту жительства. В ходе дискуссии парламентарии высказали свои предложения. В частности, проработать вопрос о привлечении специалистов-урологов через заключение соглашений с врачами из других регионов. Также, по мнению депутатов, необходимо усилить профилактические мероприятия и информирование жителей округа. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».